Доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог, собираю вещи и мы уже потихоньку выезжаем. Мы встали пораньше, чтобы быстрее доехать и на дорогах, чтобы было меньше машин. Все вещи уже с вечера собрали. Осталось загрузить машину и в путь. На улице сегодня, кстати, холодно. Хорошо, что сегодня уже уезжаем. Сейчас так слегка вытираю обувь влажной салфеткой. Включила подогрев сиденье. Жду маму. Вроде все загрузили. Вроде ничего не забыли. Ноутбук взяла, зарядку взяла, камеру взяла, зарядку от камеры взяла. Бобик, пока! Мы уезжаем. Пока, мой сладенький! Надеюсь, кто-то тебя будет подкармливать такого сладкого булочку. У мамы что-то горло болит. Мы решили остановиться. Здесь говорят шикарный кафе есть. Мы сейчас за чаек попьем. Куртки надо одеть. Холодно, на самом деле. Но полпути уже позади. Уже хлеб. Уже хорошо. Твиксик у нас, наверное, в машинке отстанет и посидит. Вот такая кафешка. Ой, стулья. Шикарное заведение для шикарных женщин. У меня, кстати, зуб что-то разболелся. Надо к стоматологу пойти. Опять зуб мудрости растет. Как они меня достали, эти зубы мудрости. И прям, знаете, так больно. Я еще плюс брекеты носила. Все включено. Ароматный чай. Прекрасный лямон. Мама ничего не захотела. Я взяла себе вот такую рыбку. Сучку. Кстати, очень вкусно. Я вот так вот макаю на шарап. И кушаю. Ну что, Бублик, мы доехали. Слава богу, без происшествий. Твиксик не капризничал. Вообще от него ни слуха, ни духа не было. Потом я обнаружила, что, оказывается, он всю дорогу спал. Наверняка уже понимает, куда мы едем, откуда. То есть уже такой паники не было. Как в дороге туда. Мы с мамой так оперативненько все разложили по местам. Я быстро сгоняла в супермаркет. Купила мои любимые киндер-молочный ломтик. Обожаю просто. Когда вижу супермаркет, я просто не могу удержаться. Это просто моя любовь. Сейчас буду чай пить с двумя. Плюс еще эта пицца. Плюс еще такой сыр. Приятного мне аппетита. Как же все-таки хорошо дома. Я так устала. Хочу часочек поспать. Потом пойду на торговую гулять. Поэтому хотя бы час хочу выспаться. Может, что-то побольше. Поспать что-то не получилось. Решила опубликовать для вас хотя бы первый влог. А то давненько видео не было на канале. Я все смонтировала. То есть пока я была в деревне, я не только снимала, но и монтировала. Даже подготовила обложку. Все готово. Только осталось опубликовать. У меня три готовых видео. Их нужно просто опубликовать. А так все готово. Даже коллекция бумажных сюрпризов. Так что я молодец. Кто молодец? Я молодец. Хотела поспать, но что-то не получается. У меня еще планы на вечер. Поэтому я, наверное, сейчас ставлю публиковаться видео. И сама пойду уже купаться. Я прямо здесь на столе забыла клей. Даже отложила в сторонку. А потом оставила на столе и удачно запаковала. И все. Я сначала хотела взять вот этот маленький. А потом думаю, здесь совсем чуть-чуть осталось. Лучше возьму большой. А в конце забыла и не взяла ни один. Но несмотря на это, в деревне я сделала целую коллекцию, которая называется кармашки. Кармашки. Но так как клея не было, я не смогла их заклеить. И вот сейчас, пока у меня видео загружаются, я все приклеила. Посмотрите, какие красивые пакетики получились. У меня вообще три готовые коллекции. Надо снять и смонтировать видео для вас. Так что ждите. Вот такая вот новиночка будет. И вот этот пакетик, кстати, я очень долго рисовала. Хотя, кажется, ничего сложного. Но мне кажется, дольше всего я рисовала этот пакетик. А быстрее всего вот этот. В общем, ждем, пока это все высохнет. Я уже вам говорила, что меньше чем через месяц прилетает мой папа. А он живет в одном городе с моей двоюродной сестрой Дианочкой. И она, кстати, хочет отправить вместе с ним коллекцию. Казалось бы, мелочь. Но это настолько приятно, что человек в своем плотном графике нашел время. Обошла просто все магазины с канцелярии. И, наконец-то, нашла самоклеющуюся бумагу. Нашла время. Сидит, рисует целую коллекцию бумажных сюрпризов. Чтобы у меня было видео. И чтобы вам было интересно. Это реально настолько круто. Настолько приятно. Мне настолько не терпится увидеть эту коллекцию. Какая бы она ни была, все равно приятнее распаковывать бумажные сюрпризы. И не знать, что же там внутри. А у меня тем временем, как я сказала ранее, уже есть три коллекции, которые готовы. И ждут, пока я соберусь силами и отсниму для вас распаковочку. Я хочу завтра сесть и снять все три видео. А потом публиковать их в неделю там по два видео. Насмотревшись других блогеров, которые демонстрируют свои Дайсоны. Я сейчас смотрю свой блог, где я вот этим старым феном пытаюсь высушить свои волосы. И как-то стрёмно я, наверное, смотрюсь. Но ничего страшного. Честно, я особо не вижу смысла в этом во всем. Если бы я действительно хотела, я бы купила себе Дайса. Но я его тестировала в магазине. И как-то он меня не зацепил, если честно. Тем более волосы я сушу крайне редко. Обычно они у меня высыхают естественным путем. Я человек, который очень сильно подвержен рекламе. Но, несмотря на все это, все равно мне не хочется идти покупать Дайсон. Почему-то такого желания у меня абсолютно нет. Сегодня я проснула 7, 3 часа была за рулем. Пришла домой, разобрала все вещи. Разложила все по местам. Сделала столько всего. Еще вечером пошла гулять. И, в общем, очень такой продуктивный у меня день получился. И я абсолютно не устала. А иногда бывает, знаете, целый день просто лежу на кровати. И вот чувствую себя очень плохо. А чем больше ты загружаешь свой день делами, тем больше успеваешь. Я уже почти сделала макияж. Осталась накрасить губы. И все, готово. Еще хочу, кстати, рожки сделать. И сегодня пойду, пожалуй, погулять. Развеяться. Почему нет? И сейчас читаю, кстати, комментарии. Потому что видео уже опубликовала. И некоторые пишут про то, что мои блоги очень резко обрываются. Я не могу с вами не согласиться. На самом деле, у меня такой косяк есть. Я обычно не записываю концовку. Потому что, когда я ее записываю, мне хочется еще что-то подснять. То есть, я не понимаю, когда вот влог конкретно закончится. Вот, например, сейчас я с вами попрощаюсь. Например, да. Я буду думать, у этого влога есть концовка. А потом приду, например, со своим гулянок. И думаю, надо еще это заснять. Надо еще заснять, как я снимаю макияж. И поэтому я всегда оставляю, что еще что-то обязательно засниму. А потом в конце так получается, что день закончился. И концовки нет. Я надеюсь, что вы меня простите за этот косяк. Потому что я буду продолжать так же делать. Просто, когда влог обрывается, вы понимаете, что это конец. Я могу в конце вам писать, пока, мои хорошие. Или что-то такое. В общем, макияж получился достаточно такой яркий. Еще хочу красные губы. Вот настроение такое хорошее. И не знаю, почему. Вот я сколько дней была в деревне. Мне очень хочется снять мукбанк. Я прям соскучилась по мукбанкам. Возможно, это связано с тем, что я в последнее время смотрю очень много мукбанкеров. И когда я их смотрю, мне тоже хочется снимать контент. Поэтому, наверное, завтра я вам сниму мукбанк. Но опубликую прям сразу. В один день будет и влог, и мукбанк. Я уже даже придумала, с чем у нас будет мукбанк. У меня, знаете, все идет периодами. Вот один период. Мне прям хочется каждый день рисовать. Проходит этот период, например. Потом мне хочется каждый день снимать мукбанки, влоги. У меня вдохновение. Я хочу и это снять, и то. Но я понимаю, что надо делать и то, и другое. Вот как мама говорит. Например, с 7, например, до 9 каждый день ты рисуешь. Утром, например, через день ты снимаешь, например, мукбанк. Или еще что-то. То есть нужно составить для себя какой-то режим, которого я буду соблюдать. Например, если люди уходят на работу, они же, естественно, соблюдают какой-то режим. В общем, нужно для себя создать какой-то в неделю, один день, выходной. В общем, все должно быть по графику. Но это у меня вообще не получается. Я, честно, даже не верю, что получится. Я буду периодами то сюда снимать, когда есть настроение, то на бумажный канал. Надеюсь, что вы сильно меня ругать за это не будете. На этом, я думаю, этот влог стоит уже завершить. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. В этот раз я уже с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. Мне это все очень приятно. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok